Значит, ну я писал в интернете, самый смысл этого накопилось, вот за 30 лет, что вот и много произведений, которые можно или хотя бы я обязан один раз выстроить в одну линию, как вынуть рудоносную жилу целиком. Обычно там все в смеси, это вот о родине, это о детях, это о боге, это о детстве, это все. А это просто очистить без примесей. Повторять я это не буду, в общем-то, и концерты бывают не так часто, но мне вот интересно было, был вечер три года назад про семью, два года назад было два концерта про друзей, посвящение, обращение. Вот это вот связаны вещи, так называемые, с любовной тематикой. И все это довольно-таки мучительно, рассказывать я ничего не буду практически, потому что песни ради того были написаны, чтобы можно было вообще хоть что-то сказать об этом, потому что проза это невозможно, и даже стихов немного. А спеть иногда это можно. Вот, есть несколько романцев, которые иногда мне кажутся даже пародийными, Хотя не написано чисто. Тут вообще два года. Пускай, и не каждый заметит звезду, что безмолвно горит, Зачем ей сонова на свете? Свет сам за нее говорит. Свет сам за нее говорит. Другие, красуясь бесстыдно, Призывной красою маня, Ноченую фиалку невиданно, Но чуден ее аромат, Но чуден ее аромат. Он редко тебя приголубит, Душую живет среди снов, Но как тебя сильно он любит, Давно поняла ты без слов. Давно поняла ты без слов. Песня о Маринке Трошиной. Вообще, эта песня должна была написаться в самом первом году, в 72-м, Как у Лысоцкого отсчет идет с песней «Татуировка». Там примерно такой же и сюжет, Но мне пришлось ее написать 11 лет назад, Чтобы эту лакуну заткнуть. Недотрога моя одноклассница, Пред глазами стоишь, как картинка, Да потопная школьная платьица, Бесподобное имя Маринка, Летон опять повстречаться попозже. Все могло бы иначе сложиться, Но Маринка, та самая Трошина, Не мечтала со мной подружиться. Все ее неудобное платьице, Все ее беспокойные ноги, От шестнадцати лет до семнадцати Я насквозь проглядела на уроке, Тонкий парофилет, а то в воздухе сотканы, Серопила сороковые тюльпаны, И делился я Славке Сироткину Про свои задушевные планы. Сколько сил приложил я невиданно, Не прошли бы напрасну старания, И дружок для меня неожиданно Обратил на Маринку внимание, Был умней, схоронился под лавкою, Душу ж вывернул, чтобы меня вместо Подружилась Маринка со Славкою, И что будет теперь неизвестно. Мне дружок откровенно рассказывал Про с Маринкой свои отношения, А за это ему я показывал На гитаре свои достижения. Оставались мы в тесном приятельстве, На спортивную ездили базу, Почему-то и мысль о предательстве Не пришла за все время ни разу. Грело солнышко, землю осеннее, Пили пиво тайком на скамейке, Просто славки, побольше везения. Думал я, выгребая копейки, Представлял я судьбу словно лесенку, Все на свете мне было в новинку, В жизни самую первую песенку Сочинил я тогда про Маринку. Песенка называется «Марина». В позднем автобусе дремлют пассажиры, По саде работы вечерничают живы. Головы кивают, закрыты глаза, Отпуск снится, море небеса. Головы кивают, закрыты глаза, Отпуск снится, море небеса. Плавает корабль мой, Со морем обрученанный, Тихо качаясь в волне обреченанный. Снежная Бескудникова, мне шестнадцать лет, Счастья-то море, а надежды нет. Снежная Бескудникова, мне шестнадцать лет, Счастья-то море, а надежды нет. Счастье мое, черное море, Марина, Город обзволнованно, неовозримо. Лишь в окне высоком замерцает свет, Горло подступит, а надежды нет. Лишь в окне высоком замерцает свет, Горло подступит, и надежды нет. Свет в окне высоком, вот что осталось, В отпуске попутчики, сморила малость. Тонет корабль мой, мокнут паруса, Море Бескудникова, снежные небеса. Тонет корабль мой, мокнут паруса, Море Бескудникова, снежные небеса. Попробую стихи вспомнить. Такой тридцатилетней давности почти. Знаю, сам мне уже не отбиться, И не скинуть погоню с хвоста. Я не пел, я беду, как лисица, Уводил за собой от гнезда. Как в лесу, обдираясь о сучья, По столице дремучей кружу, За собою дыхание сучья От любимых своих увожу. Я не пел, а когда было скверно, Заговаривал зубы судьбе, От того из стихи суеверно Никогда не писал о тебе. Ухожу, словно эхо кругами, Словно поезд в ночи. Ухожу, не тебя я зову, дорогая, Я беду за собой увожу. Недавняя песня «Машенька» называется. Где неважно, в романе, в советском кино, Путь она уж сама выбирает. Имя Машенька встречу, душа все равно, От любви в первый раз умирает. Так и было вчера, и сегодня, и впредь, Попадется вдруг в песенке строчка. Или сказка, где полночь, добрый медведь, Повесть, где капитанская дочка. Или нежный напишет роман имя Грант, Или фильм довоенный хороший. Ты глядела с экрана во весь свой талант, И меня называла Алеша. Я стоял в слепоте перед снежной стеной, Или брел по дорогам с другими. Даже ночью горело оно надоманом, Неземное любимое имя. И невидимых плеча золотую пыльцу На ветру в пустоте обнимаю. Целый век не могу прикоснуться к лицу, Лишь душа обмирает, не мая. Целый век не могу прикоснуться к лицу, Лишь душа обмирает, не мая. Это, кстати, я первый раз пою на сцене. И это тоже. То есть она напечатана в книжке, но я ее не пел и не записывал. Называется «Забытая любовь». А та, с которой я не был, Была дороже всех, Я к ней любовь свою забыл. И это смертный грех, Как небо в снежной тишине. Покой на землю-лю-люб. Но там внутри, на самом дне, Жжет сердце уголек. Ему костром уже не быть, Рискуя им голубя, Но мне никак его не скрыть От самого себя. И страшно протянуть ладонь К той ранке, что болит, Вдруг снова выбьет Дверь огонь. И снова жизнь сгорит, Пусть лучше свет падет, Шурша на удивленный сад. Всего была одна душа, Один влюбленный взгляд. Уж лучше пусть ее черты, Волос ее шитья, Пусть все улики, Все следы Укроют забытье. Пускай несчастьею не бывать, Не дать в беде пропасть, Не вспоминать, забыть, как звать, Забывением заколясть. И год, и два душа молчит, Но вдруг в чужих устах Случайно имя Прозвучит, И все заклятия вправь. Есть у Михаила Кокулеевича, Я когда с ним познакомился, Такая песня, В 82-м году мы познакомились Про Машеньку, Опасно Машенька, опасно, Мне к вам опасно привыкать, Ведь наша жизнь тогда прекрасна, Когда мне нечего терять, И заканчивается она, Вы улыбнитесь мне сквозь пламя, Чтобы я запомнил вас такой. И это так совпало, Что я как бы внутри себя Разговаривал этими строками В том году. И вот недавно Сравнительно написалась песня, Которая так и называется «Строчка». «Строчка» 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 «Стр景» «Строчка» «Строльно» «Стр Careful»